Наш народ вас очень уважает. Наши отношения имеют давнюю историю. Ярким примером там является ваш дружественный визит. Я надеюсь, что в результате этого визита будет разработана программа нашего совместного сотрудничества. У наших стран есть огромный потенциал и возможности. Те возможности, которые есть в Ливии, они нуждаются в тех возможностях, которые есть в Белоруссии. И наоборот. Таким образом, мы сможем дополнять друг друга. Этот визит является основным в развитии дальнейшего нашего сотрудничества. Я выражаю вам свое признание в том, что вы делаете для установления и развития отношений между нашими странами. Белоруссия, которая находится в сердце Европы, и Ливия, которая находится на севере, в сердце Африки, Со всей уверенностью можно сказать, что их роль будет огромна на всей новой карте мирового построения, где сейчас создаются жизненные пространства, межнациональные. И мы наблюдаем за тем, что сейчас происходит между независимыми государствами после распада Советского Союза стран СНГ. Белоруссия, которая раньше входила в состав Советского Союза среди этих стран. И, конечно, создание жизненно важного пространства в Африке, оно будет играть огромную роль и для нашего государства. Наличие наших государств в этих двух жизненно важных пространствах как раз и будут создавать тот самый мост между ними. Мы приветствуем сотрудничество. И это сотрудничество очень важно и необходимо. И особенно перед лицом создания так называемого нового мирового порядка по американскому образцу. Мы хотели бы избавиться от этого международного глобализма, а хотели бы перейти к сотрудничеству народов региональному. Каждая страна старается создать свой блок. И когда будут создаваться такие блоки, тем самым будет обеспечиваться международный баланс сил. И тогда не будет возможности какому-то одному из блоков управлять всем миром. Ливия является неотъемлемой частью Африканского континента. Она обладает огромной... Наше сотрудничество будет продолжаться, сотрудничать со странами жизненно важного пространства на Африканском континенте. И такие возможности, которые есть в жизненном пространстве Африканского континента и стран СНГ, они и будут основополагающими в мире. Мы очень рады и приветствуем Ваш визит, потому что у нас есть возможность с Вами говорить напрямую, анализировать, исследовать, обменяться мнением, то, что касается новой карты мира, на которой сейчас, в настоящее время, создаются где-то 7-10 блоков. Это таким образом, что в будущем мир будет где-то составлять 7-10 огромных государств. Таким образом, мир будет не единым, а разделен на жизненно важные пространства. И Ваш визит дает возможность обменяться с Вами мнением по этой очень важной стратегической проблеме. Мы выражаем Вам признательность и уважение Вашему народу. Желаю Вам здоровья, счастья, успехов и процветания белорусскому народу. У нас нет никаких преград для того, чтобы мы сотрудничали. Потому что у наших стран есть политическая воля и нам никто не может скомандовать из-за границы. Беларусь и Ливия принимают свои, свободные от всех решения. Основной преградой, которая является, как правило, между государствами, является то, что государство не обладает своим собственным решением. Но мы принимаем решения сами. Наша воля свободна. Мы свободны в выборе. И мы не ждем, когда нам кто-нибудь подскажет, как нам нужно между нами действовать. Вот это и есть как раз выражение нашего свободной воли. Таким образом, наше сотрудничество гарантировано, и оно будет основываться на взаимном доверии. И наше сотрудничество будет являться образцом, которому можно последовать. Я надеюсь, что это у нас не последняя встреча. Более того, я надеюсь, что мы с вами встретимся в Беларуси. Вы сделали первый шаг. Да, спасибо вам за это. Спасибо. Спасибо. Немножко господин Каддафи личного. Немножко личного. Вы знаете, я историк по образованию. И тогда, когда я постигал историю, мы смотрели свою революцию. Когда я изучал историю, Муаммар Каддафи совершал революцию в Ливии. Я знаю вашу революцию по неделям, по месяцам. Я знаю очень многих ваших сподвижников и сторонников. И у нас в Советском Союзе вас знали уже тогда, как лидера. И я тогда еще юным человеком, а я это вам сказал, когда я встречал, думал о том, я никогда не думал о том, что мне придется с вами встретиться спустя полтора десятка лет. И вот сегодня вот эта юношеская мечта свершилась. Но я, дорогой Муаммар, никогда не думал, что мне из ваших рук предстоит получить высшую награду. Высшую награду вашей прекрасной страны. Я знаю, дорогой Муаммар, вы очень верующий человек. Вы всегда были таким человеком, и Аллах вас всегда оберегал и хранил. Хранил вас и от самого страшного и смертоносного оружия. Я знаю, что вы знаете все заповеди Корана. Но тем не менее, уважаемый Муаммар, я хотел бы подарить вам вот эту маленькую книжицу. Она сделана нашими умельцами. Это тот Коран, который вы хорошо знаете. Это был Коран, который вы понимаете, что вы хорошо знаете. Теперь он будет вас кранить. Сейчас я хмюю вам, Раби. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...